всем добрый день приветствую всех на канале дискуссокубани продолжаем заниматься аквариумистикой сейчас у нас погода очень сильно испортилась в краснодаре вот сейчас у нас идет сильнейший ливенюка был сейчас ураган метров 30 или 40 наверно ветер град размером с яйцо перепели на одной из машин у меня на глазах лопнуло лобовое стекло дай бог чтоб моя машинка была целая ну а теперь мы возвращаемся к разведению различных окаренных рыбок в данном случае сейчас я вам буду говорить про сурисома панамская уже начал выклевываться сомик кладка была довольно таки небольшая значит самец сидел на икре когда я защищал икру он очень яростно защищал атаковал пришлось его прогнать соскабрил всю икру сомики уже долупились вот такое вот количество получилось но процентов 20 наверно икры возможно подъели дискусс и этому убираем собиков заранее подготовлено отсадничек сюда перелавливаем конечно же допускаю что в процессе того пока они растут и не начнут кушать может погибнуть небольшое количество примерно до десяти процентов обычно не дорастает до размера когда они начинают кушать хорошо сейчас тут еще о всех убрал значит вот они растасовались здесь аэрлифт тут работает и аэратор значит вот такой компрессор я покупал на озоне к нему шли вот такие мягкие шалочки хочу пожаловаться вот на эти шланг очки когда они мягкие они выскакивают вот у меня на канале была отправка волгодонск утром прихожу рыбы нету кислорода выскочила мягкая трубочка потом просто поставил на ирации чтобы готовилась банка прихожу опять опять выскочила все в общем поставил свои шланг очки более жесткие и тьфу тьфу пока ничего не выскакивала вот эта помпа вообще хотел покупать юсб но так как у нас вышли из строя такие проводные через розетку то я решил ее оставить она очень тихая с обратной стороны подложку под ламинат сделал маленький квадратик чтобы вибрация в оконную раму не отдавала чтобы тихо работала здесь у нас есть два режима первый режим у нас слабый она вот так вот булькает второй режим можно сильнее сделать и скорее всего на сильном режиме мы и оставим поскольку сомиком с турецома панамская важно чтобы было сильное течение сильная рация сейчас надо будет чуть-чуть долить сюда водички температура 28 градусов и как говорится бог троицу любит пока у сомиков будет рассасываться желточный мешочек если попробуем усировать камеру на этом сомике вот так в общем сейчас приближу вот видите желточный мешочек пока не рассосется они не будут питаться на масках соответственно намазку давать нету смысла иначе будет портиться вода значит на третьи сутки на третий на четвертый только начинает сомик кушать на маску ну соответственно у дискуссов на третьи сутки выклевывается личинка из икры на третьи сутки начинается расплыв и еще на третьи сутки начинает уже малек кушать родители кушать живу на уплево всем здравствуйте в общем здесь парочка сидит красного тигра и бирюзового тигра забирал самку я от малька и сажал сюда здесь самец сидел с возрастной самочкой и после пересадки вот в этот отсадник сразу самец начал забивать самку на некоторое время поставить вот такую перегородку чтобы он не забивал но самочка возвращалась обратно к самцу несмотря на то что он ее клевал бил ну в общем это выглядело так что мол выясняли они отношения самка бросила самца забрала детей и воспитывала а как только дети выросли самочка вернулась на это обиделся самец говорит такой вот и бросила меня одного детей забрала такая мол ну извини я пришла опять обратно мириться давай заводить новых детей в итоге возрастную самочку я убрал к другим дискуссом этого самца остался ты самкой самка сквозь решетку возвращалась к самцу в общем они помирились опять уже не дерутся кстати касательно и забывание самцов своих самок когда их отлучаешь друг от друга такое очень часто наблюдается у молодых особей если самец в возрасте возрастной то ему все равно какую самку сажаете вас любой готов нереститься но вот молодые особи самцы и самки если долго их забираешь либо забираешь на момент ухаживания за мальком то они потом ревнуют и могут драться но эту пару я хочу распаровать если у меня освободятся две банки два аквариума но хотя бы по 200 литров вот такие я хочу провести эксперимент я люблю проводить эксперименты по раздению дискуссов и делиться с вами дорогие зрители так вот цель эксперимента будет создание новых пар смешивания кровей я хочу взять две банки в каждую банку будет высажена порядка порядка трех самок и четырех самцов значит такие виды это уже будет буду потом вам показывать рассказывает сначала нужно освободить две банки хотя бы по 200 литров не знаю как это сделать либо выставляет на продажу вот эти голубых алмазов у таких кабанов оставляя при этом вот этого старичка скорпиона и вот наших туркисов выращенных нами с икринки и затем смешивая их вот с этими особями внизу таким образом у нас будет одна банка на 200 литров свободная и вторая банка на 230 литров свободная отсюда из этой баночки мы будем оставлять для эксперимента рабочего самца голубого алмаза рабочего самца леопарда рабочую возрастную самочку тигра вот такого самца бирюзового туркиса который никак ни с кем не споруются рабочего плодовитую самку голубого алмаза а эту голубую самочку которая к сожалению после череды нерестов почему-то похудела перестала давать потомство мы пересадим в отдельную банку к старичкам также у нас начинаются третьи сутки здесь у нас сидит сомик стрессома панамская желточный мешочек у них почти рассосался что меня радует что весь малек сидит на стекле вот на этом стекле на заднем стекле слава богу пока погибших сомиков нету включил усиление аэрации фильтрации это очень важно у сомиков температура 28 градусов сейчас мы сделаем подменку 20 процентов но плиточку наверно скорее всего только будем к вечеру ставить другой баночки первая партия сомиков вот так они выглядят растут кушают очень быстро съедают плиточки по три плитки за день то есть завтрак обед и ужин у них идет вот такие сомики уже как только в той баночке наверное как такой в той банке сомики начнут питаться спирулиной мы наверно ту партию посадим в эту баночку ибо там 30 литров а здесь 70 литров и в ту банку будем собирать уже более молодое поколение решил поставить сомиком плиточку вот они сидят напротив аэрации и уже первые сомики начинают подходить на плиточку и кушать ее это уже хорошо значит уже к вечеру возможно будем ставить вторую плиточку также спешу сообщить что перекидал самцов самок по двум банкам и в третью банку рыбу которую не будет задействована в эксперименте смешивания кровей значит перед вами находится аквариум на 230 литров вот здесь у нас находится 4 самки 4 самца и самок рабочая самка голубого алмаза у которой хороший приблод хорошие кладочки самочка рабочая затем у нас идут две самочки web majestic одна из них тряслась в общаке но пока не нерестилась другая кидала и крон тоже ее съедала в общем вот две самочки web majestic одна самочка вторая самочка затем рабочая самочка маленькая вот там турки стоит какой я не знаю то ли красный то ли бирюзовый отличные медки самочка рабочая хорошо вынашивает мальков может бриллиантовая он за бирюзовым стоит вот там вот затем из самцов у нас молодой самец тигр рабочий с какой самка не посадишь всегда вывести выклев личинки затем предположительно самец березового туркиса который так ни с кем не споровался третий самец вот такой вот леопард среднего размера значит молодой самец только только начал работать и самец скорпион голубой возрастной самец уже такой здоровый ему больше двух лет в общем посмотрим что выйдет из этого скрещивания теперь мы переходим к другой второй стае вот в этой баночке у нас находится еще одна стая значит в этой стае у нас уже оставлена более перспективная рыба тут у нас всего три самочки самочка возрастная тигр но очень много мечет икры вторая самочка вот такая полосатая такой вот туркис пережила двух самцов был перерыв полгода сейчас опять начала метать и третья самочка красный тигр на всех этих трех самок здесь 4 самца оставлены рабочий самец леопард который нерестился с алмазной самкой рабочий самец леопард который нерестился с маленькой самкой туркисом но вынашивающим малька рабочий самец голубого алмаза который заботливый папаша и самец здоровенный кабан web majestic или же кобра который трясся с одной самочкой но пока никого не нашел только растет увеличивается в размерах в общем три перспективные самочки вот 2 тигра и одна вот такая полосатая в общем интересно что из этого выйдет леопардов посадил majestic голубого алмаза конечно же в идеале хотелось бы чтобы голубой алмаз стал в пару с красным тигром мы либо обычным тигром уже какие-то терки на конус у них начинаются поскольку красный тигр уже акклиматизировалась после отъема от малька и надеюсь что самцы какие-то будут возле танцевать всем добрый вечер пришли с работы сейчас будем заниматься великим переселением мальков подростков менять между собой выводки в общем самый первый хороший выводок от красных валентинов будем сегодня пересаживать из 122 литрового аквариума чтобы рыба не затянулась поскольку есть рыба уже в размере 6 7 а то и 8 сантиметров чтобы она дальше лучше росла будем ее пересаживать вот в эту баночку в 172 литровый аквариум также протока только здесь по лучше питаться здесь есть сам и также буду проводить плановую сортировку пересадку рыбки на продажу то есть 200 и будет хорошая рыба которая находится в кондиции а та рыба которая не очень хорошего качества будет пересажена в отдельную баночку к отбраковке которую мы раздаем бесплатно при посещении нас и приобретении более хороших дискуссов так дорогие аквариумисты дискуссоводы 10 минут делов банка свободная сейчас будем пересаживать дискуссов освобождать другую баночку под более маленьких дискуссов каких-нибудь значит в этой баночке осталась рыба в принципе в кондиции хорошая рыба некоторая ходит с флаженными плавниками потому что это небольшой стресс но так оставлена рыба которая неплохо растет будет продолжать расти всех суда оставшихся голубых алмазов пересадил ну преимущественно здесь находятся леопарды разные бирюзовые там леопард мозаик обычный леопард иногда попадается 12 полосая змеиная кожа вот они значит вот такая вот баночка хорошая на 240 литров почти здесь рыба будет дальше расти нет нет может быть более бюджетная здесь версия рыбках будет на продажу значит теперь переходим вот сюда вот здесь у нас находится ну для меня отбраковка для кого-то может золотая кладезь в общем вот такая вот рыбка тут вот такая у кого-то носик немножко не такой у кого-то форма не такая вот в таком размере рыбу я не замораживаю в обычном темпе режиме мы ее кормим также фаршем два раза в день то есть рыбе такой мы даем шанс потому что иногда бывает что если рыба хорошо жрет и откармливается то она может приобрести форму такая рыбасик кто хочет приезжайте забирайте самовывозом только со своей тарой вот и только в договорное по договоренности в общем сейчас мы будем эту рыбу перекидывать вот в эту соседнюю баночку теперь мы переходим к более интересной рыбе скажем так к лучшей кондиции но которая стоит и подороже здесь рыба только что прошла плановую профилактическую обработку здесь у нас находится вот такая хорошая рыба вот такие здесь красавчики плавают в общем алмазиков отсюда убрал будут чисто леопарды средние крупные теперь пересаживаем вот этих здесь разная рыба будет сейчас будем ее показывать но такой бирюзовый туркис это сантиметров шесть с половиной примерно далее у нас 12 полосая змеиная кожа решил тоже ее посадить около шести сантиметров у нее размер будет вот такой бирюзовый туркис шестерочка далее сантиметров семь семь с половиной бирюзовый туркис может быть леопард мозаик так это 12 полосая змея у нас будет сантиметров семь наверное размер далее вот такой вот леопард пола семи с половиной восьми сантиметров ну дальше размер не буду говорить и так все видно парник так далее это кто у нас бирюзовый пуская будет остаются самые бойкие это леопард мозаик вот такой интересный окрас ну это может бирюзовый может полу тигр будет и вот такой кабасик это будет сантиметров 9 уже наверно почти такой бойкий этот будет наверно самый дорогой вот такой красавец это сантиметров девять в общем вот рыбу пересадили кто хочет пишите состыкуемся по цене по доставке я надеюсь всем все прекрасно видно пересаживаем больших валентинок вот такой сачок нам понадобится офигенная вещь вообще а я такой подумал и наверное в этот 122 литров аквариум мы сейчас помоем губки в ведрах чтобы здесь муляки не было под сифонем почищу я стенки от налета скрипком здесь просто у нас протока рыба будет себя намного лучше чувствовать и сюда мы посадим рыбку вот эту рыбку которая уже кушает фарш лимончиков и наверное будем этот нерестовик скорее всего перезапускать либо не будем перезапускать либо будем пересаживать вот этот выводок тигров который предстоит еще отсортировать пока что у меня на сегодня все всем спасибо за просмотр увидимся через неделю на нашем youtube канале дискусс и кубани